Девушки отдыхают За все время существования нашей традиции проведения турниров Сколько там уже прошло, два года Вот таких игр Мне кажется, это будет очень-очень напряженный и, опять же, интересный турнир Просто по одной простой причине Вот раньше, например, у нас были два таких четких фаворита Это Ice Creamers, прошу прощения, PF И, фу, блять Соберись, соберись, соберись Было два фаворита, Собернот и Нордик Юнион Вот сейчас, если посмотреть, команды очень-очень сильно, скажем так, сравнялись по своим умениям Есть, конечно, до сих пор фавориты, на мой взгляд, это Девилс и Нордик Юнион Вот, ну, мы ждем, конечно, возвращения СН, безусловно Чтобы у нас было три фаворита, как обычно, или четыре даже, кто-нибудь еще придет Вот, очень надеюсь, что это случится Сейчас матч начнет, почему-то нету третьего игрока А, нет, есть четвертый игрок Так, произошла замена У ПФ, с поля ушел Семенов, вышел Тумб Ой, ну, знаете, такая заменка-то Рисковая, я сказал, передача на Тумбу, но вот как раз Тумб ошибается уже А у айскримеров, айскримерсов, так никто и не вышел Джобсон, Рики, Хурикань Они, в принципе, неплохо играли все Но вот жуткое невезение в атаке, это, конечно, все ломает, в общем-то Все их старания, в общем-то, все сводятся на нет Передача на центр, там Рики был, готовился добивать Джобсон Джобсон опасна, там борьба, и ничем она не заканчивается Кто в воротах, Грен все еще в воротах Мне кажется, даже не знаю, хотел сказать, что Тумба стоила поставить на воротах Но как-то не знаю, что лучше, Тумб на воротах или Тумб в поле Рики Хотя, может, Тумб сейчас хорошо играет, я уже давно не наблюдал за ним В общем-то, посмотрим Я потом после матча выскажу свое мнение Безусловно, авторитетное Отлично играет Рики, он пытался сейчас обойти сразу трех игроков красной команды Ему, правда, ничего не удалось А вот сейчас проход, это Тумб Тумб, его только успевает накрыть Джобсон Очень было тревожно за игроков синей команды Но они справились, в конце концов Тумб уже на левом фланге Уже неплохо Но вот сейчас ошибка Джобсона Джобсон приходит на ударную позицию Бросок! Что творит Гренвилл? С ума сойти! Просто с ума сойти! Какой сейв Гренвилла Передача назад на Гренвилла Ну, молодец! Вот сейчас Гренвилл спас свою команду Безусловно Покс Принимает шайбу Готовится отдать передачу Отдает по флангу Точно на клюшку Рики Рики Дальний бросок Шайба летит выше ворот Джобсон будет бросать Неудобная позиция для броска Однако он бросает И шайба, как обычно, летит мимо ворот Рики Передача Тут будет первый Джобсон На шайбе Борьба Борьба, борьба, борьба Можно отдать на пятак Или самому закинуть Браво, Джобсон! Это просто в стиле Всеволода Боброва Такая шайба Выкатился из-за ворота И забросил эту шайбу Одна из самых красивых шайб на турнире Я думаю Хурикани с шайбой Опасные сейчас могут сразу вторую шайбу забить И Хурикани попадает в штангу Что ж такое? Это прям не везет, как игрокам синей команды Просто кошмар Сейнт Сейнт отлично его принимает Тут Джобсон Отнял шайбу Хурикани разворачивается Немного не в ту сторону Знаете, как часы переводят Иногда не в ту сторону Стрелки крутят Вот то же самое сейчас вытворил Хурикани Сейнт Ох! И шайба, по-моему, попадает в клюшку Джобсона Там Рики открывает с левого фланга Тумб держит строгую позицию посередине Посмотрим, чем это закончится Бросок И Тумб прерывает этот прострел Молодец Молодец Без всяких шуток В общем-то Джобсон с шайбой На своей плане поля уже Разворачивается Неплохо разворачивается Вот там можно Рики было отдать Но снова такой, знаете, бросок Гренвилл тут немного начудил Ну, совсем слегка, правда Ну, ничем-то не закончилось Так что, я думаю, вот тот сейф, который он сделал Снова достаточно рискованный момент, честно говоря, в исполнении Грена Тот сейф, который он сделал минуты ранее Я думаю, пока, в общем-то, затмевает все его ошибки Напоминаю, Айскремерс ведет 1.0 Очень уверенно Они атакуют, в общем-то Ну, был, правда, один момент у ПФ Но пока больше ничем не запомнилась эта игра В исполнении ПФ Все пока очень похоже на первую игру Хури Хури, передача на Рики Рики вроде как избавился от своего стиля пьяного моряка Который он показывал в первой игре Бросок какой прошивающий В исполнении Джобсона шайба Ложится мимо дальней штанги Хоппер Хоппер достаточно рисково сыграл С другой стороны, он положил начало вот такой атаке Рики неужто первый успеет И очень, очень остроумно играет Рики, бросок! Ох, Рики молодец! Вот тут Рики, конечно, молодец Безусловно Очень грамотно и умно и остроумно сыграл Обманув вратаря Правда, почему там защитника не было? Это вопрос уже о 10-й Грен Готовится замена, видимо У красной команды, по-моему, это можно делать только в перерыве Шайба сейчас, едва третья шайба не влетела в ворота Это было очень-очень опасно К тому же даже Грен не помог бы Ну, а и скример сейчас, в общем-то, показывают Что они должны были делать в первом матче еще То есть забивать В первую очередь Покс Отнимает у него шайбу Хури Две-три Ну, сейчас, видимо, войдет Мегамипа Вместо кого? Вместо Вместо Сейнта А, Сейнт объясняет это пингом Ну, ладно Ладно Потому что не по игре Сейнт, в принципе, играл, ну Ну, не знаю Может быть Может быть Не спорю Мегамипа с шайбой Не могу сказать, что это прям очень сильное усиление Для команды в такой ситуации Но На безрыбе, как говорится Ну, вы поняли Мегамипа Слева Справа открывается Покс В упор его не видит Мегамипа Предпочитая бросить Тупо В этом моменте И Джобсон выходит на ударную позицию И Он выкатывает шайбу На Хурикане Ну, Брен, конечно, первый успеет на эту шайбу Передача неплохая, как оказалось Передача на Тумба Там Отличная передача на Мегамипа Ну, это Да Ну, увидели все сами Тумб выдал роскошную передачу Что за ним, честно говоря, не всегда водится Роскошная передача на Мегамипа Но Тот самый Мегамипа не смог попасть под шайбой Передача в разрез на Мегамипа не успевает На нее Но тут, конечно, я уже винить его не буду Тут Просто несогласованность небольшая Тумб Бросок мимо ворот Джобсон Там Рики совсем далеко впереди Один совсем уже открылся Покс его совсем не страхует Ну, сейчас, как-то, наконец-то Покс прибежал Однако это не помогло Потому что Рики все равно будет первой на шайбе Покс Своими воротами Ну, надо как-то ПФ уже завестись И идти вперед, атаковать, что ли Покс Покс там слева Мегамипа Шайба на нее доходит Снова он не попадает по этой шайбе Но тут уже, конечно, было сложнее Поскольку шайба летела с большей скоростью Возможно, стоило ее просто обработать Другой вопрос Я думаю, время взглянуть на турнировую таблицу После первой игры Покфаттерс Выиграли два очка Но Они Ушли с последнего места И Айскримеры Оказались на последнем месте Вот сейчас как раз шанс Айскримерцам выйти уже даже на пятой Обогнав Оскаров И будет у них еще две игры в запасе И какой момент бросок Тумба Шайба летит мимо ворот Но я надеюсь, что все-таки ПФ забьют шайбу При всем уважении к Си Это всего лишь Желание посмотреть на борьбу Не более Грен Ошибается как Грен Но хорошо, что Хурикани был далековато От чужих ворот И какая ошибка Ошибка какая Это был Мегамип Ну уже столько браков В его исполнении Просто кошмар Но я так понимаю, что просто выбора Сейчас нету У ПФ, к сожалению Кто за них может войти Это никто Ну Сейнт, если у него пинг То, конечно, ничего не скажешь Покс Хотя Сейнт с пингом Вроде не вытворял такие Ошибки Джобсон Опасный бросок Прям сходу И шикарный бросок Джобсона И Грен ничего не смог поделать В общем-то 3-0 Я думаю, Майск Реймерс Ну, конечно, не то, что прям Обеспечили уже себе победу Но очень сильно приблизили себя к ней Джобсон Джобсон с шайбой Передача на Хурикани Неплохая Хурикани Опять же, в стиле Приеновом Рикани Смог правильно подкатиться к шайбе Покс За своими воротами Ищет открывающегося игрока Тут перехватывает у него шайбу Перехватывает Джобсон Гренвил Передача на Мега Мипа Снова он не смог Не в состоянии Обработать шайбу С техникой беда Может быть, это тоже Последствия пинга Так что даже не знаю Кто был лучше Сэйнт или Ну, во всяком случае Не замечал за Сэйнтом Таких ошибок Он даже пару раз Перехватывал шайбу Помните В первом матче Когда он перехватил Прям на лету эту шайбу Пущенную от Макса Хоппера И забил Очень красивый момент Покс Борьба за шайбу У Бортика Тумб там раскатывается Но ошибается Покс Ну, конечно, это сочетание Покс Тумб Должно наводить Ужас Ох, какая передача Бросок Совсем забыли Тут одного Джобсона И шайба просто не попала В вороту Повезло сейчас Игрокам Пэкфакерс И снова борьба И снова ошибается Покс Ну, тут Грен Будет страховать Джобсон Момент очень опасный С шайбой Джобсон Можно отдать назад На Хурикане Но сам бросает Гренвилл Шикарный сейв Гренвилла Ну, просто Поаплодировать Можно только за это Ничего не скажешь Тумб Выходит на ударную позицию С правого фланга Бросок Гол Молодец Тумб Молодец Возвращает свою команду В игру Возможно возвращает То есть, может быть Это, конечно, проявление случайное Но Две шайбы гораздо проще Отыграть за пять минут Чем три Вот такой я капитан очевидности Там Рикин На правом фланге Ну, наверное, уже все Они будут команды Даже рисковать Бросать Я бы даже Вот-вот Вот видите Кстати, вот прям Иллюстрация того Что я сейчас хотел сказать Ну, нельзя за Там две минуты Четыре секунды До конца Игры Вот такие ухрутасы Делать Как бы тебе не хотелось Бросить по чужим воротам Ты должен быть абсолютно уверен На то, что ты сможешь Докинуть шайбу Как минимум До чужой половины поля Потому что Вот такие Я вот Не один раз Видел Вот такие Грубейшие Просто ошибки Именно в конце Вышел Сейнт Вместо Вместо Семенова Прошу прощения Вместо Мегамипа Ну, очевидная замена Честно говоря Она напрашивалась Рики Ох, какой бросок Рики Еще становится 4-1 Как же так Рики делает дубль Эх Да Жаль Жаль Убил, похоже, всю интригу Снова Рики Хотя, кто знает Может сейчас Сейнт Переродится И Начнет Там Глотить шайбы Хурикани Заброс Нет Покс Ох, какой бросок Покса Ничего себе Бросок Ну, тут Правда, по-моему Макс Хоппер Шикарно сыграл Но, если бы Забил сейчас Покс Снова В копилку Лучших шайб Вообще Она попала бы Очень красиво Момент Шайб летит мимо ворот Очень Очень напряженный Вот эти броски Конечно, очень красивые Безусловно Момент И снова Тут Джобсон Будет первым Видимо, на шайбе Какую-то мысль Я хотел сказать Уже потерял После этого броска Покса Может быть Она придет опять Джобс Передача Покс Передача Какая Сквозящая Такая Прямо На тумбы Снова Неплохо Тумб Попытался Обвести Но отдал Неплохую Передачу На Кто это Был Это был Сейн Как раз Но, к сожалению Не попал И какой Какое ужасное Действие И исполнение Покса Выход 1 на 1 Это Хурикани Выход 1 на 1 Бросок И Грен Е2-Е2 Не спас Свои ворота Но тут, конечно Было очень сложно Хурикани Просто аккуратненько Протолкнул ее Под вратарем 5-1 Справедливость Торжествует Конечно По первому матчу Можно было сказать Что Айскримеры Айскримерсы Должны были побеждать Почему с большим счетом Вот Ну Вот Вот такие В общем-то Пироги Как видите Вот сейчас Счет По игре Абсолютно Абсолютно По игре И снова Провал И снова Все три игрока Оказались на чужой Половине поля Вот Хурикани Очередной выход 1 на 1 Бросок И шестая Шайба Уже оказывается В воротах Грена Мне кажется Он смирился Уже Да и как команда Тоже смирилась Вот Но Собраться в такую ситуацию Очень-очень Непросто Ой И снова Ошибка Уже позиционная На этот раз Просто На любой вкус Ошибки Сейчас демонстрируют Играть Ну сейчас Атака вратаря Была на самом деле По нашему Гениальному Регламенту Потому что Была помеха Созданная вратарю Так что Могли бы Такую шайбу Не засчитать Пок с шайбой Там Тум Подкрывается На правом фланге Прошу прощения Постоянно путаю Полярности На поле Мне сложно Судить Потому что Надо смотреть Как бы со стороны Атакующего И смотреть Стороны света Скажем так Так что Возможно Иногда туплю В этом плане Бросок Не попадает По шайбе Игрок Синей команды Это был Джобсон Похоже Хурикан Сейнта Правда С меньшим Успехом Там было Конечно Все Слово Некрасивее А Динамичнее Что ли Эффектнее Вот такое Слово Подобрал Ой какая ошибка И тут Тут уже Паника Паника У ворот Паника Гранича Снимающая С каким-то Похуистичностью Скажем Такой Равнодушием Во Слово Как я поздно Подобрал Хорошая Нормальная Нематная Передача Но Рики Спокойно И перехватывает Жаль Что всего лишь 45 секунд Остается Нам с вами В общем-то Проводить Этот репортаж Отличное Оставление Шайбы Джобсоном И Хурикани Не попадает Из убойной Позиции По пустым Воротам В принципе Там Грен Уже вряд ли Смог бы Спасти Свою команду 30 секунд Вот Ну что Можно Подвести Наверное Итог Счет По матчам В первой игре Выиграли ПФ Со счетом Не помню Уже Каким 4-3 По-моему В овертайме Передача На Покса Покс Имеет шанс Размочить Еще немного Счет Счет 6-2 Поздно Конечно Уже Поздно Но Все равно Голод Всегда Приятный И неприятный Для соперника А вот Сейчас Выигрывают Айскримерс И они Поднимаются Немного В турнирной Таблице Они обгоняют Оскаров И имеют Еще две Игры В запасе Ну что Об этом Матче Мы поговорили На сегодня Хоккейный Вечер В общем-то Закончен С вами был Иван Спасибо Играйте в Киберхоккей